Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем заниматься планом второго этажа. Изначально мы уже сделали план первого. Расставили все основные окна и двери. Ссылка на него окажется в описании. Сегодня будем разбираться с планом второго этажа. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. Спасибо. Что мы сделаем? Изначально есть несколько возможных видов. Колхозный, более такой упрощенный, сложный. Точнее, упрощенный, сложный. Сложный метод построения и более простой. Все зависит от планировочных решений по вашему дому. Колхозный это когда на том же самом плане первого этажа вы строите графическое представление плана второго. У вас не будет трехмерной модели, но в итоге вы сможете вынести чертеж. Но обычно так уже мало кто делает. Мы с вами перейдем на план второго этажа. Сразу же хочу сказать, что при переходе на план второго этажа вы можете обратить внимание, то, что никаких элементов здесь не обозначено. Для того, чтобы нам грамотно их построить и чтобы было видно, чего мы с вами строим, нам необходимо перейти двойным нажатием, нажать по плану первого этажа, находясь на втором, и воспользоваться, показать в качестве фоновой ссылки. Показания в фоновой ссылке это у нас, по сути дела, подложка под наш основной чертеж, чтобы я на плане второго этажа увидел все, что располагалось на первом. Вот так. Следующее. Вернусь назад на план первого моего этажа. Долгое построение какое? На плане второго этажа выполнять построение тех же самых стен, с которыми мы с вами работали. Но это на самом деле будет очень долго и муторно. Мы этим заниматься не будем. У нас планировка немного отличается. Для тех, кто не помнит, это одним нажатием левой клавиши мыши, выбрать подходящую стену толщины и строить ее. Так как у нас материал стен один и тот же на плане первого и на плане второго этажа, немного отличается только планировочное решение, мы воспользуемся другой методикой. Для этого на плане первого этажа я выделю все элементы. Пускай у меня даже будут выделены оси. Ой, я на стенке строю, прошу прощения. Пускай у меня даже будут выделены оси. И скопирую их. Копировать. ПКМ копировать. Так быстрее всего можно было Ctrl-C. Перейду на план второго этажа. Правой кнопкой мыши вставить. В принципе, для проектирования через функцию копирования нам не нужно было использовать фоновую ссылку, потому что мы перенесем весь элемент на наш план. Так вот, перейдя на трехмерный вид, мы обнаружим, что у нас перенеслась еще и фундаментная плита. Нас это не устраивает. Я подсвечиваю ее нажатием один раз левой клавишей мыши и удалю. Что делаю теперь? Мы сделаем плиту перекрытия. Причем она будет проходить по основному несущему нашему элементу. Для этого я перехожу двойным нажатием на план первого этажа. На плане второго этажа я моделирую через конструирование перекрытия. Перекрытие у меня, проверяя конструкцию, железобетон. Толщина у меня будет сверху отходить вниз, по сути дела углубляться в основной несущий элемент. Выберу 150 миллиметров. Что я делаю далее? Выполняю построение по основному несущему элементу. По строениям вы можете заниматься любым в плане выбора этапа моделирования. Какими-нибудь контурами потом их вырезать. Как вам будет удобно. Я просто через отрезки общелкиваю основной контур моего объекта по основному несущему элементу. И меня это полностью устраивает. Когда контур замкнулся, на трехмерном виде я могу обнаружить, что у меня появилась плита перекрытия. Что я могу сделать далее? Во-первых, гаражные ворота у меня уйдут. Подсвечиваю и удаляю их. Мне они не нужны. Пускай у меня останется только контур и весь мой план. Меня это полностью устраивает. Далее. Я хочу дорисовать балкон у моей плиты перекрытия. Потому что изначально она соответствует только контуру основных несущих элементов. Для этого я перехожу на план второго этажа. Нажимаю один раз, вроде бы как по пустому пространству. Но на самом деле мы подсвечиваем наше перекрытие. И редактировать будем границу. Что я сделаю? В первую очередь продлю точку. Как у меня будет вырезаться мой балкон. Здесь продлю границу. Здесь продлю границу. Точнее не так. Здесь не продлю границу, а поставлю еще допточку. Которая пойдет параллельно моим элементам. Что я делаю далее? Зафиксирую точку. Перенесу ее в уголок. Сделаю еще одну. Соответствующую контуру моей стены. Отнесу границу. И выровняю относительно плоскости. По сути дела, плита перекрытия у меня будет выходить вот таким вот образом. Меня это полностью устраивает. Посмотрю на трехмерном виде. На трехмерном виде плита перекрытия у меня теперь уже выходит из моего контура здания. Сейчас давайте еще раз перепроверю по плану второго этажа. Можно здесь, конечно, было замоделировать немножко иначе. Вот таким вот образом. Но дальше уже зависит от функциональных возможностей и как могут рабочие замоделировать опалубку под плиту перекрытия. Что я делаю теперь? Для подъема у нас не хватает лестницы. Теперь мы с вами создадим лестницу. Для этого перейдем на план первого этажа двойным нажатием левой клавишей мыши. Для построения лестницы мы воспользуемся стандартными лестницами во вкладке конструирования. В конструирование, нажав на стрелочку, у нас есть возможность выбора типа лестниц, с которыми мы с вами будем работать. Конкретно по лестницам будет детальное видео. Оно пойдет сразу же после данного видео урока. Я буду делать деревянную лестницу. Что мне необходимо выбрать? Я зайду в параметры нашей лестницы и настрою основные. В первую очередь я могу увидеть, сейчас крестик нажму, я могу увидеть то, что у меня лестница должна получиться в забежной на план моего второго этажа. Для этого что я сделаю? В параметрах лестницы сначала настрою значение показателя ширины марша моей лестницы. Ширина марша лестницы я буду использовать стандартную 900 мм. Высоту подступенка я выберу 150 мм. У меня автоматически посчитает программа количество моих подступенков, общую длину лестницы. Дальше что мне необходимо? Я выберу тип забежной лестницы, с которой буду уже работать. Выбираю тип данной лестницы и выбираю базовую линию привязки. Все остальные детальные настройки лестницы мы с вами чуть позже разберем. Ставлю первую базовую точку, откладываю необходимое количество ступеней, выполняю построение, в менюшке выбираю, что я хочу с площадкой, с равным количеством по углам и забежную, откладываю необходимое количество ступеней. Кривая получилась, дайте еще раз. Базовая точка, зажатая клавиша shift поможет мне выровнять мою лестницу. Откладываю 5 ступенек сюда, 5 ступенек в эту сторону. И соответственно откладываю оставшееся количество моих ступеней. Завершаю построение лестницы двойным нажатием левой клавишей мыши. Получившуюся лестницу я навожу курсор на уголок, который необходимо пристаковать к стене. Нажимаю, появляется выпадающее менюшка. Что вы хотите сделать с лестницей? Я хочу ее перенести. И перемещаю в угол моего сооружения. Временная прорисовка, не обращайте на нее внимания. У нас она пропадет, как только обновится пространство модели. Если вам необходимо отредактировать лестницу, вы уже можете это сделать в параметрах самой лестницы. Теперь мне необходимо вырезать проем в перекрытии под мою лестницу. Для этого я перехожу на план второго этажа. Подсвечиваю перекрытие. Выбираю для редактирования любую точку, чтобы у меня появилось окно редактора моего перекрытия. И выбираю удаление. Функция удаления поможет мне вырезать необходимый объем. Теперь мне достаточно обрисовать контур участка моего перекрытия. Проверяю себя на трехмерном виде. На трехмерном виде у меня образовался контур проема под мою лестницу. Вот мы можем его наблюдать. Теперь отредактируем планировку нашего плана второго этажа. Во-первых, я помню то, что у меня в этой части моего объекта, я подсвечиваю, удаляю просто, будет опираться крыша, скатная, над моим гаражом. Поэтому я просто подсвечиваю элементы и удаляю ненужные. Ненужные двери и окна тоже. Графическая картинка с планом моего этажа располагается на плане первого этажа. И я могу увидеть то, что у меня здесь пойдет крыша. По итогу. Ну и балкон. Вернусь на трехмерный вид. Я почистил от всего ненужного свою заготовку плана второго этажа. Ограждение проще всего осуществлять, его построение с плана второго этажа, точнее с плана второго, с трехмерного вида. Для этого в вкладке конструирования уже присутствует ограждение. И в выпадающей менюшке я могу выбрать тип соответствующей ограждения, который мне больше всего подойдет. Все параметры ограждения также находятся. Двойным нажатием если перейти. Могу настроить все сегменты, как они будут выглядеть, откуда будут строиться мои перила. Могу их полностью отредактировать под себя. И стойки, и перила, и поручни будут они присутствовать или нет и так далее и тому подобное. Если мне это необходимо, можно добавить поручень, можно удалить поручень, как вы захотите настроить полностью под себя. Сечение поручня, пускай у меня верхнего, будет круговое и меня это полностью устраивает. Все остальные настройки я оставлю по умолчанию. Окончание. Окончание, если я оставляю зазор в 200 миллиметров, это значит то, что по окончанию построения моего ограждения оно на 200 миллиметров еще будет куда-то врезаться или уходить. Мне этого не нужно. Ставлю значение нулевое. Могу выбрать и другой совсем тип поручни. Окончание. Цепляюсь за точку. Окончание моего перекрытия. По завершении нажимаю два раза левой клавишей мыши. Ограждение у меня построилось. Поручни висят в воздухе, потому что смещение произошло. Подсвечу его и смещу внутрь, просто сверху линию привязки. Такое у меня получилось ограждение моего этажа, моего балкона. Стенки я пока трогать не буду. Под них подрежется моя будущая крыша. Двухскатная, которую уже будем затрагивать уже напрямую, когда будем работать именно с крышей. Дальше у нас ждет с вами дизайн, расстановка всех основных элементов внутри нашего проекта, плана второго этажа. Ну и здесь у меня тоже еще присутствует ограждение. Должно присутствовать, чтобы человек не выпал. Давайте сделаем его. Я хочу, чтобы у меня использовалось точно такое же ограждение. Чтобы человек не травмировался. При подъеме на мой этаж. Ну, точнее, чтобы он не упал при спуске и даже больше, чем при подъеме. На саму лестницу тоже добавим ограждение. Вот таким вот образом. И сделаю ограждение вот в этой части. Вот. Поменяю только смещение. У меня у того ограждение поменял. У ограждения самой лестницы зайду в параметры и уберу окончание. Ну и окончание самого поручня. На 100 миллиметров. В принципе, он вообще не нужен. Я его могу удалить дополнительным. Вот таким вот образом. У нас с вами оградилась наша лестница. И мы с вами сделали планировку второго этажа. Если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно делать. Спасибо. И спасибо, что остаетесь со мной. Очень рад, что наш канал растет. И скоро будет кое-что новое. Ну, для тех, кто досмотрит это до конца. Все добро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok